Хутор Багураев, Ростовская область. На фотографии с внучкой. Слушайте внимательно. Экипаж канадского морского судна «Маттак» ежедневно из рейса привозит по 30 тонн добычи, а за сезон до 2000 тонн. Для ее отлова моряки обычно используют сети, но иногда приходится пользоваться и винтовками. Внимание, вопрос. Через одну минуту вам нужно назвать объект охоты этого канадского судна. Айсберги. Добыча, да. Ребят, смотрите. Ребят, за сезон 2000 тонн, значит, примерно 65 дней они ловят. У них сезон примерно 65 дней в году. Может быть, что нефть. Сети и винтовка. А винтовка зачем? Может, водоросли какие-нибудь будут? Нет, винтовка, айсберг терапий, но не бывает. Ну, хорошо, давайте не будем зацикливаться на этом. Сети и винтовка. Еще что? Ну, не рыба точно. Ежедневно 30 тонн. Водоросли. Саргазы, что ли, какие-то? Так, ребята, вообще 30 тонн, это измещение для судна, это гигантское. Не может быть, это судно. Или 30 тонн нормально? Это за год. Нет, ежедневно 30 тонн. А, ежедневно? Да, да. На судно можно побродить 30 тонн, или это очень много? Большой можно. Какие примерно? Да можешь притачить. Может быть, они мусор из реки вычищают. А на добычу 30 тонн, это очень много. Итак, прошу, кто отвечает? Я буду отвечать. Прошу, Максим. Мы думаем, что они ловят льдины, айсберги. Экипаж канадского морского судна «Маттак», весной в период таяния льдов, в районе Гренландии и Канады охотятся небольшие айсберги. А выстрелы из винтовки просто не водород. Дайте вам про винтовку расскажу. Если большой айсберг, можно с помощью винтовки его немножко разбить. Или какой-то кусок отколоть. 4-1. А ловят эти айсберги для того, чтобы потом компании, производящие питьевую воду, могли разлить эту воду, которая оттает от айсбергов по бутылкам, и она всегда высоко ценится. А сейчас внимание. Судьба главного приза летней серии «Что, где, когда» 2006 года определится в финальной игре, которая состоится в воскресенье 25 июня. Если в финале победят на такие, то лучший игрок этой команды получит «Хрустальную сову» и сертификат на 300 тысяч рублей от компании «Мобильные телесистемы». Если же в финале победу одержат телезрители, то лучший игрок этой команды получит «Хрустальную сову» и эксклюзивную пластиковую карту на сумму 300 тысяч рублей от «Пинбанка». Кстати, мы уже полтора года не разыгрывали «Хрустальную сову» с тех пор, как Илья Новиков в конце октября 2004 года ее получил. Вот он. Господин Новиков здесь, по-моему, у нас, да? Господин Новиков, как вы считаете, долго вы будете оставаться последним обладателем «Хрустальной совы» или мы узнаем какие-нибудь новые имена? Думаю, что пару не вернули. Вы ставите на знатоку? А может, это будут не новые имена, а хорошо забытые старые? Любимые книги абонентов МТС. Это традиционный приз лучшему знатоку игры от нашего генерального спонсора. Господин Эш, чью любимую книгу вы подарите лучшему знатоку команды Максима Поташова? Это книга о братьях Третьяковых с дарственной надписью от нашего абонента. Это про правнучка Павла Третьякова и Катрина Хохлова. Лучшему игроку с надеждой на новые встречи в программе «Что, где, когда». Желаю удачи. Благодарю вас, господин Эш. Продолжаем, это будет шестой раунд. Уважаемые абоненты МТС, у вас есть возможность помочь господину Эшу выбрать лучшего знатока. Отправляйте ваше СМС-сообщение на номер 777 со своего телефона МТС с фамилией лучшего, на ваш взгляд, знатока. Напоминаю вам, что сегодня за столом Владимир Степанов, Михаил Мон, Борис Левин, Леонид Тимофеев, Дмитрий Авдеенко и Максим Поташов. Баранович, против вас играет Людмила Лях, город Барановича, Белоруссия. Господин Поташов, в каком вы состоянии сейчас? Это к вопросу не относится. В сложном. Избавьтесь от гнева. Отбросьте негодования. И не сердитесь на других за то, что они не такие, как вы. У каждого человека есть сердце, а у каждого сердца есть свои наклонности. Если он прав, то я не прав. Если я прав, то он не прав. Я не обязательно мудрец, а он не обязательно глупец. Оба мы, только обыкновенные люди. Это отрывок из статьи, принадлежащей Перу, японского принца Сютоку Тайси. Внимание, вопрос. Что сочинял принц? Что сочинял? Учерник фехтования. Почему учерник фехтования? Сочинял. Ну, вот все. Ляйки добра. Может, кодекс самурай? Не-не-не, от гнева избоя. Так, кодекс. Фехтование лучше. А почему? А где тут фехтование? А где тут фехтование? Вот в том-то и дело. Слушай, может, что-нибудь попроще, типа, пропись он писал, например. Нет, тут смысл какой-то. А, он бы сочинял, да? Маленький был, и учился писать. Нет, что сочинял? Сочинял. Так, ребята, я и он не можете, это все-таки отражение взял? Вряд ли. Самый древний гимн. То есть, отбрось, непростой человек. Что сочинял? Что можно сочинять? Стихи и письмо. Какой-то кодекс, нет? Кодекс чего-то. Кодекс, сейчас сочинялся. Может, просто стихи. Может быть? Сочинялся. И кто тогда он? Интересно. Кто тогда он? Состояние, что там? Отбросьте, я могу. С два письма отбыл, отбросьте. Может быть, правило за чайной церемонии? Тоже умиротворение. А, может, вот, воспринимать. Да, да, да. Кодекс чего-то. Ну, вот, чайная церемония. Там, кто же есть. Так, тишина, 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 тишина. Тишина. Кто отвечает? Я попробую ответить еще один раз. Господин Граждан, скажите, пожалуйста, у вас кто-нибудь записывает вопрос? Да, вот Дмитрия Владимировна. Дмитрия Владимировна. Так? Ну, посмотрите, что он записал, и отвечайте. Ну, вот, цитата, дальше, что там было? Дальше был «Японский принц». Это отрывок из сочинения «Японского принца». Да вы что? Так. Итак, что же вы ответите? Все-таки я буду отвечать то, что у меня ассоциативно вызвало звучание этого текста. На мой взгляд, это наставление для единоборца. Сочинял он учебник боевого искусства, скорее всего, фехтования. Именно в таком состоянии надо выходить на поединок без ненависти, без гнева. Тогда будет победа. Господин Паташов, а вы разрешите мне спросить у членов вашей команды отрывок, из чего все-таки это было? Кто-нибудь запомнил? Отрывок из чего? Из статьи, господа. Мне казалось, что это вообще самый простой вопрос сегодня. Статьи бывают в газетах и в Конституции. Где статьи-то бывают? Там же слово «статьи» были. Вы вообще его пропустили и решили, что сочинение, размышление об общечеловеческих ценностях было главным в Конституции Сютоку Тайси. Статьи его Конституции, написанные в начале 7 века, это не свод прав и обязанностей, а своеобразные заповеди. Вы просто даже пропустили основное слово. 5-1. Господин Борщевский, а вы знакомы с этой Конституцией? Нет, с этой Конституцией я не знаком, но версия, что это судебное уложение или инструкция для судьи у нас здесь была единогласная. То есть вам тоже показалось, вы не пропустили слово «статьи» и... Даже в этом дело, здесь не слово «статьи», а «не гневись», «профты», «не профон» — это логика для судьи, это логика для закона, это юридическая логика. Господин Козлов, вы согласны? Да, мы здесь именно так. У нас единая была здесь с точки зрения у всех, да. Скажите, вам что... Ну это повезет, это можно не пойти, вы же с тобой. Господин Козлов, а почему не везет сегодня, как вам кажется? Может быть, надо было помощь клуба взять? Вы знаете, здесь же нет... Помощь клуба имеет смысл брать, когда сидишь за столом и чувствуешь, что ты один дурак, а все вокруг умные. А у вас бывает такое ощущение? У меня за столом, когда я играю, у меня такое ощущение постоянно, господин Козлович. Но если говорить серьезно, то мне кажется, что ребятам самое главное вспомнить, что 5-1 — это ничего не значит. 5-1 легко превращается в 6-5 в пользу на таком. И у них есть все возможные и силы для этого. Господин Блинов, через неделю, 10 июня, ваша игра. И сейчас вы можете сделать прогноз. Повысится или понизится курс британского фунта к швейцарскому франку за следующую неделю. За прошлый месяц, как вы, наверное, поняли, вырос британский фунт. Иначе бы, я думаю, что вы сидели бы за столом. И господин Белов сказал бы, что сегодня играет команда Блинова. Итак, прошу ваш прогноз. Я думаю, что он вырастет. Вырастет британский фунт. Да. Вновь. Да, да. Если ваш прогноз оправдается, господин Блинов, то ваша команда в случае победы получит денежный приз от компании Форекс Клуб. Сумма этого приза будет такой же, какой будет сумма выигрыша победителя игры на форексклуб.ру. Теперь телезрители, играющие на форексе, будут определять выигрыши знатоков. Помогите команде Алексея Блинова, ведь там играет сам Александр Друг. Голосование закончилось. Голосование закончилось. 47 940 рублей заработала Людмила Ляг из Барановичей. Поздравляем вас. Господа. Все, вам отступать уже некуда. Седьмой раунд. Господин Паташок, есть теория, что человек живет 15-летними циклами. Первый год похож на 13-й, 25-й и так далее. Ваш дебют в Кубе что где когда был как раз 12 лет назад. За первые 6 лет вы стали обладателем всех возможных титулов. А потом наступил период затишья. Может быть и в раундах будет сегодня то же самое. У вас будет затишья, а потом прорвет все-таки и наступит этот 13-й год. Ловите его. 19 раундов сыграем, а потом наступим. Пенза. Против вас играет Ираида Зюзина. Город Пенза. Внимание, Шнурок. Господин Авгеренко, вы знаете, за всю российскую историю... Да не трогайте вы шнурок. Обычный шнурок, не обращайте внимания, шнурок и шнурок. За всю российскую историю никому в голову не приходило во время этого процесса пользоваться шнурком. Все без него обходились. И только в первой половине 19 века некоторые стали прибегать к помощи шнурка. И Денис Давыдов, и Александр Сергеевич Пушкин, и говорят даже сам Николай Первый. Внимание, вопрос. Для чего в то время нужен был шнурок? Вы знаете Дениса Давыдова? Знаете, кто это? Да. Александр Сергеевич, вы знаете, Николая Первого знаете. Тогда у вас минуты. Что-то с процессом письма связано. Николай Первый на два, я их не дрался. А может мерить строки, не желать? Что-то перевернуть. Может стихи писать, там как-то отсчитывать ритм, там узелки завязать. Николай Первый. Он тоже мог, почему нет? Что вообще у Давыдова Пушкина? Давыдов Пушкин, понятно. А Николай Первый, стихи писал, мог, почему нет? Может длину измерять, вот произведение не знаю. А не прически? Если во время венчания что-нибудь подвязывать, чтобы типа тяжело... Если пользовались Давыдов, Пушкин и Николай Первый. Во время венчания там надо держать венец, например, вот тебя. Что вообще у Давыдова Пушкина, что-то не попадали в чернику. Бакенбар, или что? Что-то с письмом связано, нет? Почему обязательно? Потому что Давыдов Пушкин. Помните, да, но все писали. Давыдов еще и гусар, не знаю, на лошади. Он что-то подвязывал, не знаю, чего можно подвязывать. Или мерить, наверное, не знаю.